МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Они работают, когда вы отдыхаете. Они видят абсолютно всё. Они агенты 5-5-0. И они спасут город Щебоксары". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Газон мягкий". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Качели рабочие". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Дети в телефоне". Внимание, скучающие дети. Внимание, новая миссия для агентов 5-5-0. Привет, девчонки. Чего скучаем? Да не знаем, чем заняться. Да у вас тут такой двор. Вы можете праздник для всех соседей устроить. Вы, кроме игр в телефонах, в какие игры играть любите? Ну, наверное, догонялки. А я в дженго. Значит, устроим день игры. За мной! Здесь будем играть в шабалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь будем играть в твистер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь будем играть в дженго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь можно устроить забег по лестнице. Нужно написать сценарий. И расклеить объявления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное в организации праздника любого масштаба – это большое желание сделать жизнь вокруг ярче. Праздник агентов 5.5.0 можно проводить в любом дворе. Шаг первый – разрабатываем сценарий, превращаем фею интернета в фею игры. Я очень хочу, чтобы вы жили со мной с утра до вечера, чтобы я интернет поглотила вас, чтобы вы не могли спать без интернета, жить без интернета. А вы кто еще такие? Мы – чебоксарские супергерои, агенты 5.5.0. И мы спасем ваш дом от скуки. Шаг второй – собираем команду активных жителей дома, выносим настольные игры и открываем станции. Я животные или нет? Я животные. Скажите, как по-вашему, чем полезны игры? Все изображения снижаются, но вызывают выбросы эндорфинов. Хорошо, тогда побольше вам эндорфинов и вперед к новой игре. Шаг третий – продумываем оформление площадки. Возможно, в вашем доме тоже живет художник, который и асфальт мелко разрисует и стены красками. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого! Как вам пришла идея превратить стены подъезда в картину? Ну, изначально эта стена была довольно грязная из-за того, что делали лимон у соседей. Тогда я подумала, зачем закрашивать стену обычной краской, если можно хоть что-то нарисовать. Я нарисовала принцессу. Вообще, это лица страны чудес, но здесь только ее силуэт, чтобы не привлекать лишнее внимания. После того, как я закончила расписывать эту стену, меня пригласили в еще один подъезд. Нарисовать героев из мультфильма «Жил-был пес». Это собаку Серка и волка. Я рада, что знания, полученные из школы искусств, мне пригодились. И своими картинами я могу вызывать улыбку у тех, кто меня навещает, приходит в гости. За участие в каждой игре можно вручать медали, клеить наклейки или завязывать ленточки на запястье. У кого больше, тот и чемпион. Аплодисменты нашей! Еще один совет. Нужно больше двигаться. Иметь во дворе большую лестницу и не использовать ее просто преступление. На старт! Внимание, марш! Да, марш! Праздник во дворе можно организовать за один. А вот для подготовки юбилея для целого города потребуются года. 550-летие Чебоксары – это более 100 праздничных мероприятий и более 100 тысяч участников. Здравствуйте, Ауа Леонидовна! Мы агенты 550 и мы спасаем город Чебоксары. Мы с командой устроили праздник для жителей одного дома. А вы для всех чебоксарцев! Сколько времени вы готовились к юбилею? Ой, ребята, вы такие классные. Мне кажется, все знают агентов 007, но вот 550, мне кажется, это круче, чем даже Джеймс Бонд. Особенно для города Чебоксары. Подготовка к юбилею – это ведь не только сам праздник. Например, это издание учебника для шестиклассников «Мой город». Работа, например, над учебником и над историей города вместе с историками у нас началась года два назад. Еще прошлой зимой мы приступили к подготовке сувенирной продукции. Объявляли конкурс на логотип юбилейного года. Вот у вас же тоже на косыночках он есть, да, 550 и уточки летят. Дальше это книги, календари, памятные медали. Это все требовало большого времени, и за каждым из этих проектов стояли большие команды. Взять талисмана, утенка, чебоксарика. Его ведь тоже сначала надо было придумать. Потом надо было провести голосование, чтобы чебоксарские дети придумали ему название. А потом его изготавливали, представляете, в Китае. А школа, которая открылась. А садик, здесь садиков, которые строятся. Вы представляете, это же тоже подарки горожанам. В дни празднования юбилея пришла хорошая погода. Это вы устроили? Вы сомневались? Конечно. Мы сначала с ней договорились. И она начала идти, идти, идти. Поэтому сначала шли дожди. И они шли специально. Почему? Потому что город должен был помыть быть. Дождями все помылось. Вся травка стала еще зеленее. Солнышко еще ярче. И именно в тот день, когда нам нужна была хорошая погода, и чтобы мы ярче видели, как летают стрижи, как по Волге гоняют скоростные болиды, сердца всех, кто это организовывал, они на самом деле объединились. И сказали, что лучше, боженька, мы столько сделали всего, для того, чтобы этот день был прекрасным. И, конечно, наша предварительная договоренность с погодой. Я вам потом подскажу, как это делать. И желания наших, и нас с вами, чебоксарцев, которые старались и хотели в этот день показать все самое лучшее. Вот все и срослось. Из всех событий мне больше всего понравилось шоу «Летающих людей». А вам? Ну, я думаю, что шоу «Летающих людей» вам понравилось, товарищ агент. Потому что, наверное, каждый хочет научиться летать. Мне что понравилось? Мне, наверное, понравилась доброта и та атмосфера общего праздника, которая охватила горожан на всех площадках. Вы чувствовали, что все друг другу улыбаются? А почему улыбались? Потому что внутри каждого в сердце в этот день царило чувство гордости за чебоксары. Так каков, по-вашему, секрет шикарного праздника? Секрет скрывается в любви. Горожане отдали свои сердца, мы отдали свои сердца. И все вместе и получился общезделанный, совместный, грандиозный праздник, который еще пройдет много времени. И вы будете также вспоминать и рассказывать своим детям и внукам. А знаете, вот мы и были одними из организаторов 550-летия столицы Чувашской республики, нашего любимого города Чебоксары. Море фотографий, подарков и эмоций, которые навсегда останутся в сердце. Вот они, результаты отличного праздника. Наша миссия сегодня выполнена на отлично. У агентов с двумя пятерками по-другому и быть не может. До встречи на улицах города!